В стране продолжается досрочное голосование. В первый день, по данным Центра избиркома, явка достигла 6,19%. В Могилёвской области цифра составила 5,08%. В Бобруцке, напомним, и работает 99 участков. В первые дни голосования на участке видна активность граждан. Приходит с самого начала работы участка, прямо с самого открытия. Атмосфера на участке доброжелательная, спокойная, никаких происшествий не было. Законодательство соблюдается. Для того, чтобы выполнить свой гражданский долг, достаточно взять с собой паспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение или права. Сам процесс голосования занимает всего пару минут. Чтобы узнать, где отдать свой голос, можно воспользоваться мобильным приложением «Твой участок». Нужно выбрать регион и указать место регистрации. Данные сразу появятся на экране. На участках создана безбарьерная среда. Для слабовидящих и незрячих подготовлены специальные трафареты и лупы, оборудованные и пандусы. Предусмотрена кабинка для голосования людей-инвалидов, где она более широкого формата и можно в ней разместить соседей. За мир, развитие социальной сферы и поддержку истинных ценностей белорусской нации голосуют и на 87-м участке. В списках 1712 человек. Для 79-ти этот всенародный опрос первый. С 18 лет все-таки достигается тот возраст, когда можно как-то повлиять на будущее страны и решить, как дальше будут жить наши дети, по каким законам они будут жить. Сделать свой выбор заранее бобручане могут с 10 утра до 7 вечера. Перерыв с 14 до 16. Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. В основной день 27 числа. Граждан ждут с 8 до 20 часов. Вносим свой голос в будущее не только наше, но и наших детей. Ведь этот референдум и эти поправки – это уже залог новой жизни, новой стабильности, новой крепкости нашего государства. Поэтому они очень важны. Референдум в Беларуси стал закономерным продолжением народного обсуждения изменений и дополнений в Конституцию. В новой редакции закладываются фундаментальные основы развития государства и общества.